Приветствую тебя дорогой друг! Если тебя интересуют эксперименты и физические опыты, лайфхаки и самоделки, то добро пожаловать на канал своими руками. Подписывайся и до встречи в новых выпусках. Ну а мы переходим к нашему видео. Всем привет! С вами канал MadScience и сегодня мы с вами разберем нечто интересное из пиротехнического мира. Это будет по многочисленным просьбам пневмо-хлопушка. И проверим действительно ли она является безопасной для проведения праздников и прочих торжеств. Узнаем что будет если выстрелить такой хлопушкой в лицо и увидим последствия. Ну что ж, давайте перейдем к разборке. И первое с чего мы начнем, это просто-напросто снимем вот эту вот упаковку. Посмотрите каких она громадных размеров. Я специально выбрал одну из самых больших хлопушек, которые были в продаже. И приступим к разборке. Ну что ж, давайте снимем-ка вот эту вот упаковку. И посмотрим, что там внутри. Хотя бы внешне. Теперь картина немного прояснилась. И мы видим картоновую трубку и к ней подведенный алюминиевый баллон с сжатым газом. К сожалению, проверить что это за газ нет возможности. Но по догадкам, это вероятнее всего СО2. Трубка заклеена с двух сторон декоративной блестящей целлюлозной пленкой. И со стороны картонной части служит мембраной, что не даст раньше времени выпасть конфетти. А при выстреле под давлением еще и усиливает шумовой эффект. Давайте-ка наконец срежем эту мембрану и посмотрим на само конфетти. Как оно выглядит, сколько его там и каких оно размеров. Вариантов конфетти бывает много. Одно могу сказать точно, что делится оно на два типа. Бумажное и целлюлозное. Ну а я сегодня стал сказочно богат. Даже не знаю, что теперь делать с таким количеством денег. Ребята, напишите в комментариях, что бы вы купили, если бы у вас было столько денег. Надеюсь, что меня не станут грабить. Потому что спешу успокоить те, кто не рассмотрел. Деньги не настоящие и размеры у них также не натуральные. Но как для эффектного конфетти, выглядит довольно неплохо. Посмотрите, какие пачки денег. Их оказалось гораздо больше, чем я ожидал. Ну все, теперь куплю машину и поеду в ресторан. Ну что ж, настало время проверить, что будет, если выстрелить такой хлопушкой в лицо в упор. Для наглядности возьмем бумажку. Ну что ж, думаю вы и сами все видели. И что тут можно сказать? Без комментариев. Бумажку просто порвало в щепке. И я нашел только большую ее часть. И та была порвана. И еще куда-то вылетела резиновая заглушка с баллона. С хлопушки самой. Но я ее так и не нашел. Итак, давайте подведем выводы. На мой взгляд хлопушка классная. И мне она кажется даже гораздо громче обычной. Также она не пожароопасна. Но самый ее большой минус, это то, что мелкие ее части могут срикошетить и отлететь в глаза. И при этом настоятельно не рекомендую использовать такую хлопушку в очень закрытом помещении. Принцип я думаю ясен. Клапан удерживает сжатый газ под давлением. И при прокрутке баллона газ большой силой высвобождается и вылетает с картонной трубки вместе с конфетти. И происходит хлопок. Вот такой обзорчик у нас сегодня с вами вышел с разборкой. Я бы хотел увидеть ваши комментарии. Пишите свои мысли по этому поводу. Если вам нравится видео, обязательно поставьте лайк. А если вы ожидаете новые видео, подпишитесь на наш канал. У нас также есть лайв канал и еще и паблик. Все ссылки в описании.